вот такой у нас новый душ теперь настоящий с него должен быть нормальный напор да он был даже уже нормальный вот тут такая лейка снизу вот у нас два бака один такой небольшой это под душ зато он еще допускают нагрев от электричества при желании а вот тот который побольше который мы неправильно организовали из него душ напора не было никакого он для полива теплой водой там нормально там небольшой напор большого и не надо аккуратненько поливаешь теплой водой растения которые в этом нуждаются вот здесь у нас еще будет парник и вот в парнике то точно надо поливать их сегодня видео будет называться работа над ошибками я прошлом видео рассказала какие нас постигли разочарования текущего момента большинство из них конечно было из-за ошибок наших больше всего моих наверное и мы их начали исправлять вот душ который не работал считай потому что большие специалисты по гидро статике не смогли рассчитать нормально конструкцию и поэтому мы купили теперь новый совсем простой может быть там его кто-то и рассчитывал может нет но он простой простой и прекрасно работает хотя этом еще душ не принимала мы его сейчас наполняем прямо сейчас кроме того мы купили неправильную печку я рассказала прошлый раз уже просто заполнилась он закрывает крышкой и все готово к использованию при желании можно разогреть но при теперешней погоде она очень теплая она нагреется и так это черная коробочка 55 литров не умещается так много но много и не надо в общем то раз зато заполняется моментально раз и все все заполнилось еще похвастают нашими заготовками это варенье у меня стоит здесь но еще банки которые заполню а это жгучка еще варенье и еще жгучка эти банки отдам лишние когда мы путешествовали недавно я поняла насколько связана цена проживания в отеле с видом который оттуда открывается вид ценится очень дорого кстати видовые квартиры на продажу тоже ценится гораздо дороже и вот я бы сказала с нашего дома открывается чудесный вид на поле ты сегодня еще пасмурно нет красивых облаков чаще всего у нас бывают красивые облака еще ко всему так что мы очень рады нашему виду такому прекрасному здесь по утрам сходит солнце летают иногда шары воздушные любят где-то развлекаться здесь мы машем рукой но это наша большая поляна лужайка которая ждет гостей желающих поиграть может они под ментом футбол правда немножко перерыта этими кротами такие вот дела про работу над ошибками душ исправили казан печь под казан заказали надеюсь что она придет и будет хорошая что еще какие большие ошибки самая большая конечно ошибка в моей жизни она связана отчасти с переездом это набор веса женщины не машите рукой на себя дело не в красоте хотя красота тут явно тоже причем-то совсем другом это здоровье избыток вес это болезнь сто процентов если еще не началась то начнется обязательно как это связано с переездом мы когда переехали понятно из большой стресс еще это унылая зима которую я недооценивала что она такая унылая к этой ближайшей семье мы уже как-то морально готовы первое на нас только здесь убивала это что-то надо с ней обязательно что-то делать с этой зимой ну и как люди обычно борются со стрессом это стоп это прям любимое занятие большинства людей покушать в чем же радость жизни покушать побольше но хорошо что хоть не алкоголь тоже борьба со стрессом хотя пиво мы попиваем но это хотя бы меньше изол и вот мы наели эти 10 кило и так то было в общем то немало осенью я лично весила допустим 77 78 концу зимы это уже было 86 87 где так вот и у нас стало подниматься давление скакать пришлось даже пить таблетки потом ну вот с коленом все это моя история видимо стопроцентно связано с весом больше ничего не может быть причины то есть это не травма ничего а просто набор большого веса отсутствие спортивной формы потому что ничем не занимались только немножко катались на лыжах но очень мало не считается и вот поехали и нагулялись мы по русские али на километров 15 мы прошли в этот день по горочкам по снегу там по скользкому где-то лазили там еще посортовали погуляли вечером ну и вот и все этого было достаточно для связок менеска и всего остального и вот оно и пошло с тех пор 5 месяцев страдаю неизвестно сколько еще страдать но правда это конечно очень большой стимул чтобы этот самый вес сбросить да еще в чем была ошибка мы когда переехали мы с собой взяли вообще-то весы у нас были но я их куда-то засунула и в общем достала их только вот весной и с ужасом обнаружила что у нас вот такой вес жуткий который мы вот стали сбрасывать но теперь зато эти весы стоят они уже сегодня показывали восемьдесят восемь с половиной моя цель была допустим 78 77 сейчас вижу что не предел совершенству можно вполне уронить еще рост 172 по идее 72 должно быть на 72 я уж не помню когда я весила в общем-то лет с 35 у меня место был пожалуй повыше чем 75 допустим но не намного правда 75 76 вот так вот примерно такое можно держать тоже будет неплохо кстати тем кто пытается бросить снизить свой вес просить есть хочу рассказать ну могу там вот из личного опыта дать неком некоторые советы во первых оптимизм должно внушать такая мысль есть некоторый предел моем случае это было 80 килограмм где-то я знаю что он есть я уже не первый раз худеют ниже которого ты опускаешься и тебе делается намного легче то есть ты уже как-то не все время хочешь есть через раз к жене тяните не вкусненькое поесть вообще все легче намного то есть дальше процесс идет проще правда и верное обратное то есть если ты уже похудел до нужные там точки и расслабился тебя допустим не болит в это время колено и давление не скачет ты расслабляешься забываешься и начинаешь опять есть и на весы не встаешь и вдруг обнаруживаешь с удивлением что ты опять перевалил какой-то рубеж после которого уже вот тяжело становится худеть зато очень легко набирать вес вот есть такой есть рубеж второе мне кажется вот что должно внушать оптимизм но не так трудно найти наверное у себя какие-то вещи которые ты ешь без которых ты можешь обойтись но они точно добавляют веса моем случае это был и были пирожки которые мы всю зиму ели вообще всего такое мучное мы как-то очень легко от них отказались просто вот на раз и все второе чего я отказалась это фрукты на самом деле хоть сигарет ой фрукты да они ничего не дают никаких калорий дают они калории там столько калорий моих сладких яблоках которые я любила всегда легко тоже отказалась ничего сложного нет но правда совершенно нельзя себя уж совсем лишать каких-то удовольствий какая-то хорошая вкусная еда в моем случае это варенье я не могу без него но поменьше да не так много я его может и ем стала есть еще меньше но это какая-то радость жизни должна быть хоть чай с вареньем конечно могут быть разные приемы которые вы используете для того чтобы похудеть вот мы используем прием который я теперь знаю называется интервальное голодание хотя это вы даже не знали но применяли уже давно то есть мы не завтракаем сейчас кто-нибудь скажет завтракать обязательно не знаю по моему не обязательно то есть мы привыкли мы не завтракаем дотерпеть до обеда по моему гораздо проще чем отказаться от ужина и терпеть вечером так что вот мы терпим правда кофе мы пьем мы попили кофе утром часов девять и потом где-нибудь до часа ничего не едим не пьем вот в час пообедали ну и потом около шести мы поужинали без всяких перекусов еще дополнительных и все все причем едим мы вкусно хорошую еду минимум конечно мучного и сладкого у меня только варенье вот ну коли кофе с сахаром пьет ну вот и по моему нас очень неплохой темп то есть вот мы скинули получается с восьмидесяти шести до семидесяти восьми килограмм я а коля соответственно с восьмидесяти двух до семидесяти четырех и продолжаем худеть коленке это нравится давлению это нравится безмерно так что вот очень хороший стимул для здорового образа жизни вот когда придет печка я еще расскажу о нашей работе над ошибками и может быть удастся сделать плов на огне посмотрим